МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гибель Алексея Мозгового – это переход в последнюю фазу русской трагедии в Новороссии. Преданные русофобскими режимами, многие русские лидеры, выступившие на защиту народа от киевских карателей, стали жертвой развязанного против них террора. Мы не имеем достоверных данных о том, кто именно планировал и осуществлял террористические акты, но мы точно знаем, кто расчищал террористам дорогу. Прежде всего, это кремлевские изменники, которые превратили войну в игру грязных политтехнологий, а жителей Новороссии – заложников их интриг. На крови они подняли рейтинг всей своей своре политических трупов, изувечили пропагандой сознания миллионов русских людей. Кремлевским курсом следует сегодня и власти Новороссии, предавшие своих боевых товарищей, предавшие доверие избирателей, которые оказали им поддержку и надеялись на быстрое восстановление мира и безопасности, на присоединение ДНР и ЛНР к Российской Федерации и начало процесса воссоединения русских земель. И, конечно, причастна к гибели Мозгового, отвратительная киевская власть, которая вобрала в себя и цинично выставила на показ все гнусности постсоветского разложения прежней партноменклатуры, выродившейся в воровскую олигархию. Алексей Мозговой был достойным человеком, верным сыном русского народа, русским офицером до глубины своего существа. Он был воином и мыслителем, умнейшим из всех лидеров ополчения. Его смерть от рук грязных наемников отмечает историческую кончину проекта Новороссии, из которого кремлевские махинаторы начали лепить свою убогую утопию СССР 2.0. Партия Великая Россия всегда была на стороне ополченцев, русских добровольцев, защищавших нашу землю от поганых карателей. Но мы никогда не связывали эту поддержку с каким-либо одобрением политики Кремля, которая всегда оставалась политикой двурушников и врагов русского народа. Мы не наблюдали существенных различий между режимами Порошенко и Путина и видели признаки слива Новороссии с самого начала первых боевых операций ополченцев, с первых недоумений по поводу бездействия российской армии и политических вихляний российской дипломатии. Мы чтим память погибших русских добровольцев, лидеров ополчения, воздаем дань уважения участникам боев. И мы проклинаем кремлевских предателей деятельно, участвуя в подготовке усилий, когда все они сядут на скамью подсудимых и получат приговоры как государственные преступники. Вечная память Алексею Мозговому. Честь и слава героям русского сопротивления, героям-ополченцам. России, русскую власть. Слава России. В Новороссии продолжается война. Военные корреспонденты сообщают, ночь в Донецке снова прошла крайне неспокойно. Украинские оккупанты вели обстрелы и не прекращали попыток прощупать оборону ополченцев на подступок к городу. Жители Донецка сообщили, что в Ленинском районе около часа ночи хорошо были сложны выстрелы. По утверждениям очевидцев, сбивали беспилотники. Жители Донецка сообщили, что в 3.40 утра что-то очень сильно прогремело и задорожали окна. По звуку похоже на прилет снаряда установки залпового огня «Град». Жители Горловки сообщили, что в 3 часа на окраине города были слышны автоматные очереди. Ополчение ДНР зафиксировало за сутки 33 обстрела. Это было 20 мая. Но примерно такая же интенсивность обстрелов сохраняется и в настоящее время. Противник продолжает применять тяжелое вооружение. Вооруженные силы Украины обстреливают территорию республики из артиллерийских установок, из танковых орудий, а также с использованием бронемашин. Кроме того, зафиксированы минометные обстрелы, обстрелы из зенитных установок, с использованием ПТУР, из гранатометов, стрелкового оружия. Но между тем, российские власти приняли решение всячески блокировать гуманитарную помощь Донбассу, которую пытаются осуществлять частные лица, общественные объединения Российской Федерации. В регионы Донбасса прибыла очередная 27-я колонна гуманитарной помощи из России. В колонне более сотни фургонов, доставивших жителям ДНР и ЛНР продукты питания, медикаменты, средства индивидуальной гигиены. Общая масса гуманитарной помощи составила свыше 1000 тонн. Но те, кто проживают в Новороссии, не видят этой гуманитарной помощи, куда она рассасывается, куда рассеивается. Мало кому понятно или известно. Многие обнаруживают гуманитарную помощь на рынках. Сообщение с места событий. Ненормативная лексика убрана. Третьи сутки действует приказ не пропускать на Донбасс вообще никакую гуманитарку. Продукты мои друзья притащили под видом. Домой немножко еды. Лекарств своих на 140 тысяч я, видимо, в этой жизни больше не увижу. Российская таможня – это сука на суке. Чтобы у них поотваливалось все. Вы не представляете, что используют здесь эти псы. Российская поганая таможня. Вчера два конвоя развернули от изварина. Гуманитаркова уехал назад в Ростов. Знаете, что они мне сказали? В гробу мы видели этот Донбасс. Мы не намерены терпеть такие унижения. Я допускаю, что это какое-то решение свыше – не пропускать лекарства на Донбасс. В аптеках ничего. Люди задают себе вопрос – куда и кому идет гум-конвой? По какому принципу распределяется? Между тем, известный политик Олег Царев сказал, что деятельность виртуального парламента Новороссии сейчас заморожена. Заморозка проекта связана с тем, что его существование противоречит минским договоренностям. Видимо, сказывается давление Кремля, который мечтает о том, чтобы ДНР и ЛНР были оккупированы Украиной, и вопрос о поддержке Новороссии был бы снят. Ранее Служба безопасности Украины объявила Олега Царева в розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. То есть это достойный, уважаемый человек, если его преследуют по уголовным статьям на Украине, именно как политика. Если он объявляет о закрытии проекта Новороссии, к этому надо отнестись серьезно. И одновременно такое закрытие логично, потому что министр иностранных дел Российской Федерации прямо объявил, на всех уровнях устава президента России и в других форматах говорим, что мы за то, чтобы они стали частью Украины. Они, это ЛНР и ДНР, они сейчас представляют свой проект Конституции. Там они ведут речь ровно о том статусе, который предусмотрен минскими договоренностями. Республики будут частью Украины, и далее пойдет конституционная реформа, чтобы этот статус закрепить на постоянной основе. Более того, Лавров считает, что президент Украины Петр Порошенко является приемлемой фигурой для диалога. Он президент, его надо поддерживать. То есть для Кремля бандит и вор, совершивший государственный переворот, приемлемый партнер. Это вполне характеризует кремлевский режим. Таких же воров и бандитов. 21 мая Сергей Лавров был награжден орденом за заслуги перед отечеством первой степени, за заслуги в реализации внешнеполитического курса России, то есть за предательство. Путин награждает Лаврова за предательство высшей наградой Российской Федерации. Там же в Новороссии происходит сдача своих, сдача российскими властями, своих, наших людей. Негодяйский кремлевский режим отрекся от русских солдат, воюющих в Донбассе. После почти двухнедельного умолчания Министерство обороны РФ наконец-то прокомментировало, вызвавшую уже широкий международный резонанс, информацию о захвате в украинский плен российских военнослужащих 3-й бригады ГРУ, расквартированной в Тольятти. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Коношенков заявил, что захваченные СБУ в Луганской области граждане России Александр Александров и Евгений Ерофеев на момент своего задержания 17 мая не являлись действующими военнослужащими вооруженных сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о задержании российских военнослужащих, в очередной раз заметил, что никаких российских военных на Донбассе нет. Вот так отрекаются от своих солдат. Точно так же Ельцин и его команда отрекались от тех военнослужащих, которые попадали в чеченский плен. Это не наши, это не свои, нам они не интересны, и мы подписываем мирные соглашения с бандитами. И примерно 2000 русских солдат были брошены тогда, в 1996 году, в плену и стали фактически рабами, которых убивали и стязали в течение многих месяцев. И многие не дожили до момента освобождения. Сейчас происходит то же самое. Поганый путинский режим отрекается от наших солдат. Главное, чтобы мы не отрекались от них, главное, чтобы мы не отрекались от России, как это делается в Кремле каждый день. Каждый день они совершают предательство, каждый день они совершают воровство, каждый день они предают Россию и русский народ. Вот реестр предательств, который появился в интернете. Немножко изменив его, я записал. Российская Федерация не выполнила публично высказанное обещание защитить граждан Юго-Востока Украины от террора. Ни разу официально не выражено соболезнование тысячам погибших жителей Донбасса и десяткам заживо сожженных жителей Одессы. Не признаны референдумы ДНР и ЛНР в мае 2014 года. Зато признаны выборы президента Украины в мае 2014 года, когда легитимизировали киевскую хунту. Не состоялось официального признания Новороссии, сама идея Большой Новороссии не была поддержана. Не предприняты меры защиты от репрессий русских жителей Украины. Растоптан лозунг «Русские своих не бросают». В мае 2014 произошел демонстративный отвод войск от границы РФ, что спровоцировало хунту на начало карательной операции в Донбассе. В июле 2014 года Путин отказался от права на применение вооруженных сил Российской Федерации за пределами ее границ, что спровоцировало хунту на новое наступление в Донбассе. Длительное время Российская Федерация не поставляла Донбасс военной технике, что привело к огромным потерям среди ополчения. Путин вернул из Крыма на Украину военную технику на сотни миллионов долларов. Путин не прекратил поставок хунте деталей двигателей для украинских танков и грузовиков. Из Кремля была дана команда пропускать окруженные украинские войска через границу Российской Федерации. За счет Российской Федерации лечились, кормились и одевались убийцы жителей Донбасса. Российская Федерация бесперебойно снабжает хунту природным газом, без оплаты или со скидкой. Российская Федерация продолжает поставки хунте угля с отсрочкой оплаты или по льготным ценам, вопреки просьбе Донбасса этого не делать. Российская Федерация поставила хунте электроэнергию с отсрочкой оплаты и по льготным внутрироссийским ценам. Российская Федерация кредитует хунту на миллиарды долларов. Кремлевские махинаторы заставили покинуть Донбасс многих лидеров ополчения, угрожая отказом от поставок гуманитарной помощи. Кремлевские предатели остановили в сентябре 2014 года успешное наступление ополчения Донбасса и остановили разгром хунты. В результате заключен предательский Минский сговор. Российской Федерации были признаны легитимными выборы в Верховную Раду Украины в октябре 2014 года. Российская Федерация не признала выборы 2 ноября 2014 года в ЛНР и ДНР. Кремлевские предатели запретили создание в ДНР и ЛНР атрибутов государственности, запретили введение своей валюты. Кремль закрыл глаза на беззаконие в ЛНР и ДНР, на чистке рядов ополчения и убийство авторитетных командиров. Кремль заставил ЛНР и ДНР подписать 12 февраля 2015 года предательские Минские соглашения. Кремль заставил Захарченко и Плотницкого отказаться от ДНР и ЛНР и согласиться на статус отдельных районов Донецкой и Луганской области в составе Украины. Кремль заставил их согласиться на проведение местных выборов в соответствии с законами Украины. Кремль заставил Захарченко и Плотницкого согласиться на восстановление полного контроля со стороны хунты над государственными границами с Российской Федерацией. Кремль заставил ополчение в феврале 2015 года согласиться на невыгодный порядок отвода тяжелых вооружений. Кремль заставил ополчение выпустить из дебальцевского котла украинские подразделения и тем самым спас украинскую армию от разгрома. Кремль с марта 2015 года перекрыл границу России с Донбассом для поставок коммерческих грузов и присоединился к экономической блокаде Донбасса со стороны Украины. В марте 2015 года Кремль способствовал выделению Украине кредита МВФ, в очередной раз спас ее от экономического краха. Кремль игнорирует официальные поставки техники и снаряжения стран НАТО и не делает соответствующих аналогичных поставок ополчению Донбасса. С 1 апреля 2015 года Кремль отпускает антироссийскому режиму природный газ со скидкой при наличии многомиллиардных долгов. 6 апреля 2015 года СМИ стало известно, что Путин в разговоре с Порошенко прямо отказался от Донбасса. В начале 2015 года Путин запустил процесс передачи под контроль пограничников Украины на границе Новороссии с Российской Федерацией. 11 мая 2015 года официальные представители Новороссии под нажимом Кремля заявили, что они согласны на широкую автономию в составе Украины. 12 мая Путин договорился с США о соблюдении Минских соглашений и возврате Донбасса в правовое поле Украины. 19 мая глава МИД Лавров заявил, что президент РФ за то, чтобы Донбасс был частью Украины. Вот таким образом осуществляется предательство. Оно осуществлялось весь 2014 год, продолжается и сейчас. И только наивные люди считают, что Путин, кремлевский режим, чем-то действительно помогает Новороссии. Он помогает ровно настолько, чтобы использовать Новороссию в своих собственных целях, в целях удержания власти, в целях подавления русского движения. А вот с какой позиции выступили лидеры ополчения Мозговой и Дремов буквально за несколько дней до совершения террористического акта против Алексея Мозгового, в результате которого он погиб. Это было обращение лидеров ополчения к Федеральному собранию Российской Федерации. Обращение лидеров ополчения еще не дошло до адресата, но депутаты и сенаторы не могут о нем не знать, и у них есть время определить свое отношение к вопросу. Русский проект родился давно, еще в кулуарах Комитета Государственной Думы по геополитике позапрошлого созыва. И тема русского собрания не нова, поэтому она отточена, проста и логична, как автомат Калашникова. А главное, своевременно и неотвратимо. Если сегодня не сделать выводы, завтра будет поздно, причем не только для русских, но и для всех остальных. Враги моей родины, моего народа, начиная войну, тоже не изобретали велосипеда, поскольку есть аксиома. Чем меньше русского на территории, тем менее эта территория принадлежит России. При этом враг внутренний гораздо более опаснее внешнего. Можно вспомнить залоговые акционы, когда русские активы делились по национально-корпоративному признаку. Можно вспомнить то, как рубопы, ориентированные на борьбу с бандитизмом, переименовали в ЦПЭ и озадачили борьбой с великорусским шовинизмом. Декларировалось, что именно русский патриотизм есть путь к развалу страны. Во всем мире государства, образующие народы, оплот единства нации и нет в мировой истории иных прецедентов. С чего начинается Родина? С Конституции. Если кто-либо обращал внимание на Конституции наших субъектов, то заметил, что составлялись они конкретно под отделение от митрополии. И это не только национальные республики. Основа этих текстов – дерусификация. В самой большой и богатой республике, именуемой в Конституции государством, русские обозначены как и другие старожилы. Но в большинстве не обозначены даже так. Только в четырех краях, областях и одной республике русские представлены как равные политические субъекты. Единственная республика, которая конституционно не видит своего будущего без русских – Калмыкия. Со всеми остальными нам предлагается дружить в одностороннем порядке. Можно отметить, что на Украине все шло несколько иначе. Да, помимо государственной поддержки и бандеровского нацизма, там шла последовательная дерусификация посредством смены символов и изменения образовательных программ, постепенное уменьшение доли образования на русском языке. Но Миноборнауки этот опыт перенял и успешно применяет его в России. Чему немало способствует присутствие щирых хлопцев в руководстве министерства. Измена? Безусловно. Но ваше заявление об агентах влияния СБУ Украины из Управления контрразведки ФСБ передадут в Следственный комитет, где оно ляжет для сведения. Суррогатное уголовное дело по Украине. И на этом все. Иное дело, если вы сообщите о некоем русском подростке, который, вероятно, имеет умысел испугать воробьев на казенной крыше. Вот тут уже Управление по защите конституционного строя покажет всю силу своих оперативных возможностей. Таковы реалии. Еще до кровавого украинского конфликта в Госдуме предлагалось создать комиссию по проблемам русского народа. В Единой России решили, что у русского народа никаких проблем нет и не придвинется. В результате среди сотен трупов российских добровольцев ни одного комиссара наших или молодой гвардии Единой России. Беда обошла стороной партийную молодежь. Локомотивом русской весны в Крыму были русские организации. Как только там появился Народный фронт, они прекратили свое существование. И это показательный факт. Времена меняются, причем кардинально. Если бы 10 лет назад кто-нибудь мне сказал, что чеченские добровольцы вместе с русскими казаками будут противостоять геноциду русских на наших западных рубежах, я бы не поверил. Для современного русского патриота это сюрреализм. Но это тоже показательный факт. Перекосы в национальной политике очевидны. Не от хорошей жизни президент создал профильное федеральное агентство. Не просто так выкинул из администрации ставленника реакционной этнократии, рулившего там внутренней политикой. Более чем очевидно, что никакого русского мира без русского народа построить нельзя. И со всякими суррогатами типа русскоговорящее население пора заканчивать. Это керосин в костер антирусской войны. Русскому народу жизненно необходима правосубъектность и легитимный координационный совет. В этом обращении, конечно, много наивного. Оно отправлено по негодному адресу. Конституция – это начало государства, а не родины. Чеченские добровольцы – не показатель дружбы с русскими. Может быть, это как раз и наоборот. Русские организации, может быть, и стояли у истоков русской весны, но кремляне забежали вперед и устроились снова начальниками над русскими, решая теперь даже вопрос о том, наступать ли русским через минные поля или идти в обход, а потом назад. Федеральное агентство по делам национальности – это не то, что можно приветствовать. Оно может быть в нынешних условиях только гнездом русофобии. Там не будет подразделения, которое занимается проблемами русского народа. Русский совет, конечно, нужен, в этом нет сомнения. Но без этих никого не представляющих парламентариев, без всех этих профессиональных русских, которые в жизни ничего не делали, кроме утверждения себя в качестве лидеров, а то и самозванных идеологов. Русским еще надо сплотиться в самодеятельные группы, выделить лидеров, договориться об общих целях. И этому будут отчаянно мешать путиноиды, изменники всех мастей. Только вопреки их технологии мы можем утвердить русскую власть. А сегодня никакого доверия к кремляде. Пока не доказано обратное, все эти люди на службе оккупационного режима должны считаться изменниками. Пока что никто из них для русских не сделал ничего хорошего. Зато очень многие чиновники являются патологическими русофобами и действуют в соответствии со своей поврежденной психикой, стремятся к уничтожению русского народа. И мы видим подтверждение тому, это убийство Алексея Мозгового, в котором не обошлось без участия кремлевских предателей. И мы должны проклинать их и стоять против них до последнего. За русский народ, за русских лидеров, за русскую идею.